Андрей Барышева, а еще и Сергей Шипов. Все это как бы в одном направлении и в одну струю. Поэтому мне немножко жить проще. Но вот в чем разница моего доклада от трех предыдущих докладов, в которых тоже мерился оптический отклик тех же самых балометров на холодных электронах. Здесь проведено сравнение и анализ разных вариантов согласования этих балометров помимо тех антенн, которые мы использовали, которые докладывали, скажем, перекрестные щелевые антенны. Здесь мы вернулись к новому, которое хорошо забытое старое. Это двойные щелевые антенны. Вот опять же референс на Барышева. Это структура, которая наиболее подробно изучена, на которой наилучшие результаты были достигнуты со всеми планарными периодельными приемниками. И когда-то с нее мы и начинали, если вспомнить, из работы, скажем, которая еще с Денисом Шуваевым делалась, она тут обозначена TSA. Иногда ее называют не double-slot, а twin-slot антенну. Но это, в общем, один и тот же зверь. Значит, сравнительно новая структура здесь – это double-folded-slot антенна. Она очень похожа на двойную щелевую антенну, но там внутри есть некоторая особенность, я потом картинку покажу. Ну и для сравнения еще и focal plane array, который здесь тоже докладывался. И вот он интересен для сравнения. Пишет, заголовку назад, на секунду, сколько секундочку. Что здесь оборудит ученых предложением? Оптиковый респорт заменит на O, R, O, F, C, B, D, C. Да, то есть одни сплошные администрации, и другие, чтобы спасать. Да, согласен, так оно и будет. На православных иконах все это с титлами первые и последние буквы. Значит, коротенько о технике. Поскольку здесь Валиян Самсоныч был, так сказать, тоже почву пахал или удобрял, как правильнее сказать. Вот Маша Манскель тоже рассказывала, Вячеслав Федорович, то я просто упомянул, что измерения делались в институте физпроблем, по большей части делались в двух типах криостатах, криостатов оба из которых очень мало шумящие и с низким уровнем навозок. Один левый вариант, это, кстати, погружная макалка в транспортный дёрк, ни насосов, ни компрессоров, ничего нет, управление сугубо электрическое, поэтому система тихонькая. С правой стороны, значит, стоит конструкция, у которой сверху стоит на шлёпку под названием полстюб. Все его знают, знают, как он стучит, но великое достижение Дельмана, это то, что был там вставлен дополнительный контурс реконденсации газообразного гелия, поэтому после того, как эта машина ночь постучала, с утра можно прийти, выключить компрессор и где-то часов на пять, если сильно не перегружать, может хватить этого самого холода, чтобы работать без небольшой трубы. Поэтому мы опять работали в комфортных условиях, в тишине, в отличие от того, чтобы не так собрать, жизнь становится намного легче. По мозгам не бьёт и наводок не степит. Значит, ну теперь вот к антеннам. Значит, была некая тестовая структурочка, добавленная к файлу, который разрабатывался изначально для вложенной щелевой антенны. Значит, конструкция эта закладывалась из соображений оптимального разрешения по классической формуле МР5-флянка. Ну вот у нас оно там будет полтора миллиметра получилось. Вот Андрея Михайловича там, значит, два миллиметра, но другие фокальные числа. Ну, в общем, всё это где-то как-то близко. Ну, и что касается размеров вот этой антенны, значит, длина вот этих вот расставленных ручек – это 240 микрон, и два клонарных трансформатора, значит, длиной 150 микрон. Вот, так сказать, его конкурент и партнёр – это вложенная щелевая антенна. Собственно говоря, очень интересно сравнить на одной подложке. Она отличается тем, что в середине этих щелей находится вот некая металлизация, за счёт этого эта штука стала короче, вот эта вот самая часть, она 170 микрон, а расстояние для двух клонарных риммитрансформаторов – это 160 микрон. То есть они в чём-то близки. Ну, заодно мы измеряли и эту самую Cocoa Plane Array, про которую здесь довольно много рассказывали, на которую, в общем, довольно много надежд у нас всегда было. Вот здесь размер питча вот этого, так сказать, квадратика – это вот 118 микрон. А можно походить в вопрос? Вот эти антенны фолдут слот антенны. У неё диаграмма направленности такого же, с таким же углом? Нет, она немного пошире. Значит, есть литературные данные, ну и есть данные расчёта, которые, значит, Сумер делал. Если у двойной щелевой антенны без линзы, она где-то там под 60 градусов получается. Полуширина. Полуширина, да. Здесь она немножко несимметрична. В одном направлении она почти 60, а в другом там что-то типа 75. Ну, вот плюс-минус там 5 градусов. Ну, принципиально большой разницы. Значит, ещё одно великое благо, которое было на всех наших чипах, это наличие термометра, состоящего из последовательной цепочки. Ну, вот на этой картинке 100 термометров, которые позволяют, мы так считали, рассчитывали на то, что они нам будут позволять измерять температуру нашей подложки при различных условиях. Ну, вопросы с термометром, конечно, отдельные. Мы его тут не обсуждали. И в зависимости от того, как на него смотреть, можно, в общем, разные оценки получать. Значит, самая простая и примитивная оценка, от которой можно танцевать, это если взять идеальный синт-переход и посмотреть, как он себя будет вести при разных температурах, не учитывая никаких, так сказать, нерегуляностей. Ну, вот в идеале оно бы выглядело вот так. То есть это полный идеализм. Вот в жизни такой красоты никто не видел, чтобы отношение сопротивления до 10-9 росло. Ну, или вот здесь с правой стороны отношение сопротивления до 0. Вот в жизни так многое не получается. Какой смысл без лидич-резистанс? Она вот там на 1000 уже все ограничена. А вот сейчас мы этот вопрос как раз и обсудим. Потому что вопрос лидич-резистанс, он вводился в разные варианты расчётов, в общем-то волюнтаристскими методами, не соответствующими измерениями на вольт-амперных характеристиках. То есть скажем… Сейчас всегда фитовка вводится. Ну вот фитовка вводится, которая не даёт результатов, которые бы соответствовали эксперименту. Ну вот в модели-то будет это лидич-резистанс или нет? Ну я ещё не кончился в этом. Ну ладно, ладно. Значит, вот такая вот замечательная картина. А что получается по жизни, особенно для наших баллометров? Ну вот с цельной стороны какая-то… Для иллюстрации представлена картиночка зависимости дифференциального сопротивления от напряжений при разных температурах. Вот измеренные, когда все дырки закрыты, и так же всё это находится при уровне фона 280 миль кемен. Ну вот в лучшем случае там отношение сопротивления получается там типа 251, и соответствующая электронная температура получается, ну там где-то переспубликируем. То есть с точки зрения идеального сим-перехода она уже оказывается завышенной. Значит, первое, что приходит в голову для объяснения этого явления, это то, что наша структура типа синес представляет из себя на самом деле ловушку для горячих квазичастиц. Когда-то мы эти ловушки делали с непосредственным контактом вблизи наших баллометров, ну а, скажем, люди типа Онэйва, которые довольно много возились с электронными охладителями, они недолго думая делают просто туннельный переход большой площади по соседству своей структуры и кладут туда нормальный металл. Эта штука будет получено выступать как ловушка нормальных электронов. То есть вот через синь-переход все возбуждения выше, так сказать, фономной температуры, они будут получено сваливаться в нормальный металл, поэтому в большинстве случаев для наших баллометров, если мы перегреваем все вокруг и чем-то светим на сверхпроводник, если там и образуются какие-то перегретые квазичастицы, то для них, вероятно, весьма велико свалиться туда вниз. Сразу замечание на R0 никак не сказывается, потому что тока нет. Ноль чего? На R0 сопротивление в нуле. Тока нет. Ну как только нет? Сопротивление-то есть, но минимальный ток есть. Минимальный ток. Ну, какая частица откуда будет отобрасываться? Как? Вот есть вот эта ступенечка, они туда будут валиться, там температура... Там по экспоненте они очень с трудом там будут добираться. Ну, значит, вот я могу созлаться на диссертацию того же О'Нейла, он довольно подробно все это... Значит, это классическая положительная горячих, она частиц, и, в общем, явление это вполне естественное. Значит, дифференциальное сопротивление, которое мы имеем в наших структурах, оно, естественно, очень сильно зависит от всяческих условий, поскольку эта штука чувствительна к шумам. Ну вот последний рекорд, который мы буквально прошедшие недели только получили, в конце концов, максимальное отношение сопротивления, которое нам удалось наблюдать за все это время, это вот 12 тысяч шумов. Ну, хотя цифра вроде впечатляющая, если исходить из формального сравнения с идеальным всем переходом, то оно соответствует уровню температуре всего 215 мм, и реальной подобной температуре где-то там 70 мм. Но при этом, если говорить о шумтирующем сопротивлении, которое очень часто вводят в моделирование, то 330 мегом — это куда больше, чем 10 мегом, который обычно вводится в модели, которых никто, в общем, толком не видит. Поэтому это вот к вопросу о том, какие параметры вводить в числе моделирования, а какие не вводить. Значит, для термометра вот лучшая цифра, которая была получена, это что-то там типа 5400. Отчасти это, может быть, было связано с уровнем наводок, ну и, так сказать, экспериментальная точность плюс-минус два раза. То есть вот мы где-то приближаемся к 10 тысячам, но это сравнимо, скажем, с лучшими результатами, которые получила Тина Гребе и в своем этом подробном аналите физики сил-переходов и наличии или отсутствия паразитных микрозагородок и вообще существования их в природе или несуществования. Так что вот это вот такая классическая иллюстрация. Ну и, значит, из этой иллюстрации, значит, вот можно сказать, что изменив вольт-амперные характеристики, получив отношение к сопротивлению, мы можем делать оценки электронной температуры, ну, по крайней мере, в области выше, там, предположим, двухсотной икейки. Ну, для большинства случаев это нередко. Потому что если есть сопротивление утечки, то если у него заходишь, температура может быть неизмена. Где сопротивление утечки? Где, я говорю, в реальном эксперименте. Это реальный эксперимент. Я понимаю, но здесь просто повезло, очень хороших отношений нет. Нет, это просто в реальном эксперименте все эти поразительные эффекты, которые не позволяют увидеть реальное отношение к сопротивлению. Чище измерять надо. Шум отходим. А насчет чище измерять тоже у меня сильное замечание. Ты уехал в Р0, где сопротивление больше, чем на порядок, превышает сопротивление в нашей рабочей точке. И что? Ты увеличил от этого резко шумы, которые пропорциональны сопротивлению. Я оцениваю температуру. А при чем с наводки? Ну как при чем? Потому что они ограничат тогда это дело. В Р0. Наводки будут больше, да. В этой точке мы будем выше. Еще раз продемонстрировано, хотя это было уже сотни раз продемонстрировано, что когда мы идем в нулевое напряжение, у нас РД растет, наводки все растут. Растут шумы, которые мы верим, но насчет того, что размытие растет, оно пока не растет. И когда эта зависимость изменяется линейно, в отличие от того, что во многих случаях мы наблюдаем, когда мы упираемся в какое-то сопротивление, не видим, куда оно идет дальше. Но вот дальше это будет проиллюстрировано. Нет, обычно на стандартах где-то на 200-300, 250-м вилетеринах уже наступало насыщение. Где оно здесь? Не знаю, значит, может быть переход. Хороший переход. Не наступает. Там охлаждение должно все это дело насыщать. Не работает там охлаждение, там форма вольтамперной характеристики такая, что там такого же слова охлаждения нет загибки. Но это значит какой-то особый переход или особая структура. А их там много. Они все это знают. Охлаждения там, увы, нет. Значит, еще раз возвращаясь, поскольку сопротивления большие, ну, 330 гг. Значит, если мерить с АД 743, то будет все плохо. Для этих случаев мы использовали усилие 520-11. Ну, вот видно, что если у нас сопротивление больше 10 гг, то на G-фет усилителя мы получим вклад от шумов усилителя примерно порядок больше. Поэтому, значит, вопрос о том, какой используем этот усилитель, ну, вот он зависит от того, на каких уровнях сопротивления мы работаем. Если мы сейчас исследуем структуры сильно высокоомные, то, значит, нужно иметь в виду, что оптимальным для этих структур будет другой усилитель, а не тот, который, так сказать, лучше для тех, где полный клуман. Нет, у меня тоже замечание, что и Антону, что исследовать нужны те структуры, которые дают оптимальную... Где они? Мы исследуем те структуры, которые у нас есть. Где респонс? Нет, нет, не надо вот с... Это самое, кисло-испостным. Значит, ситуация такая, что мы имеем конкретный переход. Мы должны оптимально исследовать его характеристики. Вместо того, чтобы их исследовать оптимально, нам предлагают взять неподходящую сию. Вот для этого нужно иметь оптимальные баллоны, которых у нас нет. Но ты не заказываешь оптимальные баллоны, не знаешь, сколько нужно. Так в тех баллонах, в которых есть заложены характеристики, которые далеки от оптималов. Да, потому что сопротивление растет непредсказуемо и больше, чем нужно. Оно растет предсказуемо, и дизайн тоже может быть неоптимальный. И дизайн неоптимальный, а в этом тоже. Я, как автор дизайна, могу заявить, что я ожидаю все пожелания, которые есть, и буду, соответственно, корректировать дизайн. Это нужно, чтобы общая политика была. Я обратно, если ты здесь слышал, то, что что-то не так, что-то неоптимально, но технологи наши не получают обратной реакции. Так не получают. Но вопрос о том, как делать туловые барьеры, нужно или не нужно пылить алюминий в кислороде, он много раз в общем ставился. Теоретически было сказано, что вы давали рекомендации, сколько нужно сопротивления для оптимальной работы. И это должно быть написано, и мы должны... Так, ну у нас сейчас дискуссия идет, мы тогда добавляем 5 минут. Он никак не закончит свой доклад, ты уже второй раз его сбиваешь. Да. Не купишь ты свои вопросы. Ну это за счет дискуссии. Ну хорошо. Тогда за счет дискуссии. Значит, еще раз повторяю, значит, имея высокоомные структуры, их оптимальным методом измерения было использовать оптимальный для этих структур усилитель. Значит, у нас имеют две коробки сразу для усилителя, зависит от того, какой используется, мы ставили тот усилитель, который лучше подходит для данного конкретного случая измерения. Ну это так, вдогонку к тому, что Антон говорит. Значит, вот теперь изюминка. Вот Вячеслав Сленович уже не наблюдал, а я хочу всем с удовольствием показать две структуры, с помощью которых мы производили, так сказать, это изменение, оптического воздуха. С левой стороны устройство, которое позволяет откулы переключать месту с двумя положениями. Вот положение слева и справа, там магнитик на этой самой дверке и два геркона. То есть снаружи большим магнитом это переводим, проверяем, что геркон замкнулся и знаем, что у нас либо дырка открыта на излучателе, либо она открыта и отражает фоновое излучение вот этой самой заглушки. Значит, с правой стороны более продвинутая конструкция. Значит, тут вот видны еще фразментика, а справа вот видны еще дырочки, закрытые с двух сторон полосно-пропускающими медленными фильтрами. Значит, излучатели здесь выполнены в виде пленки никель-хрома, с сопротивлением 300 примерно Ом на квадрат, с напыленными дополнительно контактными площадками из золота. Вот справа у него была, значит, вся пластина, вот одно оно, окошко перекрывает, а еще три кусочка, это просто вырезанная из нее фразменка. Причем тоже за счет дискуссии. Нашим технологам обращаем внимание. Вот наши установки, которые мы будем показывать, они способны это все сделать. В одно касание делается за два часа. Завостряем внимание. Вот, значит, большой кругляшок, он немножко поинерционнее, вот, но зато большую афертуру позволяет перекрыть. Маленькие кусочки, они намного более шустрые, и при правильном подводе тепла они позволяют довольно быстро измерять температуру. Значит, пропускаем через эту структуру ток, нагреваем микробовую пленочку, согласованную более-менее по инфиданту. Вот, с обратной стороны наклеен термометр, поэтому мы можем контролировать температуру. Значит, как это выглядит в жизни? Вот, так сказать, переключение этого самого источника. Ну, видно, что постоянное время тут можно оценить на уровне 100-ми секунд. То есть эта штука за счет маленькой емкости и маленькой теплоемкости она очень быстро позволяет переключать, и поэтому, значит, можно вместо измерения медленным, так сказать, промером одной вазки и второй, значит, вот встать в рабочую точку, замоделировать и благородно синхронным детектором снимать этот самый сигнал, чем уйти под дополнительных шумов. Ну, вот еще одна иллюстрация, вот тут, так сказать, пять ступенечек при разных температурах, а с правой стороны оценка мощности, которая попадает в нашу дырку с учетом телесного угла, температуры, полос пропускания двух фильтров, ну, то есть вот всей той системы, которую мы городили перед лекцией нашего болота. Значит, на этом слайде тут как бы досудно собраны результаты измерений при сравнительной высокой температуре. Это то, что начиналось еще в Чарнахсе, в районе 300 миль кельвен. Значит, измерялось много разных характеристик при равных температурах излучателя. Ну, вот для сравнения, тут приведены мощности в пековатках, которые мы оцениваем, что они должны доходить до баллометра. Значит, цифры тут, ну, вот оно там упирается, там где-то там 30 с лишним пековат. Если говорить о той мощности, которую нам нужно переживать, ну, вот она уже озвучивалась вчера, значит, где-то там 38 пековат, почти 40. Вот так что это вот на уровне измельчения температуры черного тела порядка 30 кельвен, что очень хорошо коррелирует с тем, что вот Андрей Михайлович нам тут сегодня докладывал. Вот. Ну, что еще видно? Видно, что, значит, подкрыть спадает не так быстро, как мощность, то есть ДЛДП оказывается выше при малых температурах в двух частях и ниже при перегреве. Вот. Ну, вот можно еще сравнить мощность, которая у нас поглощается в баллометре, которую мы оцениваем очень простым способом. Значит, мы знаем температуру, которая добавляется к электронной температуре баллометра по дефиренциальному сокративлению, мы вставляем в любую формулу Си-моньют-Ф5 и получаем мощность, которая поглотилась в абсорбере. Вот. Если взять ту мощность, которую мы считаем, что мы сосредоточили в этот самый баллометр, вот это 6-минут-Ф5 даст эффективность с аглансованием, при преобразовании мощности. Ну, вот она тут не очень высокая и меняется при разных температурах, но вот от 0,1 до 0,17 в этом диапазоне температур. Ну, в пределах, опять же, точности этих оценок, по-схожему, интересные уровни вполне точно известны, и, может быть, не учтены какие-то еще особенности связанные с излучением и боковыми лепестями. Значит, если с тем же самым образцом залезть период слофостворения и поменять зависимости отклика от температуры, собственно, образца и температуры излучения, то эти зависимости, они, естественно, очень быстро и благородно улучшаются, но вот от 450 мм до 150 мм, но вот видно, что от каких-то там жалких 10 мкал, до почти 100 мкал. Это отклик на 4-градусное излучение. Вот, если посмотреть ДВДП от температуры излучателя, то, ну, вот видно, что при 14 кельвен там ниже 10-7, а на уровне 3-х кельвен мы уже получаем цифры лучше, чем 3 на 10 восьмой Вт на Вт. Поэтому это показатель того, какой у нас динамический диапазон, и какие мощности мы можем переживать с помощью нашего баллометра, потому что, в общем, задачи, они у нас менялись довольно часто. Сначала мы закладывались на фоновую мощность 5 пековатт, и там какие-то оптимизации делались на вот этой конкретной структуре с фирменополометрами, соответствующим объемом абсорбера, значит, еще на уровне 5 пековатт какие-то разумные будут иметь значения, отклика на 40 пековатт их ей будет уже совсем плохо. Половине. 50% эффективности накладывается. Ну, эффективность у нас тут растет довольно быстро. Эффективность при охлаждении растет довольно быстро. Нет, эффективность, которая закладывается для оптических систем. Ничего не хватит. Ну, предполагается, что эффективность всей системы, включая линзы, фильтры и все остальное, будет порядка 50%. Ну, в общем, в идеале это было бы хорошо. Пековатт 15. 15 пековатт за счет того, что мы по пути половину мощности теряем. Да. А плюс еще, если мы рассчитывали 5 пековатт на одну поляризацию, 5 на другую, значит, в сумме 10 это почти тоже есть. Ну, не знаю. Вот Андрей Михайлович, эффективность оптическая процентов 80. 80. 80%. Да, для определения, это 50. Нет, ну да. Вот цифры. Даже ИСы то закладывают 50. Но нам надо стремиться получать, если у нас есть Андрей Барышев, который называет реальную цифру 80, то чего? Ну, это уже другое разговоры. Вот это ориентир, в котором у нас... Ну, давай считать, что если мы 50 достигнем, то это будет у нас пьедестал, и счастье не будет. Согласен. Двуха руками его осуществляют. Ну все, договорились. Идите дальше. Да. Доклад не закончен. Доклад не закончен, да. Еще додену, да? Хорошо. Значит, теперь мы можем посмотреть, что там творится. Значит, традиционной температурой, когда мы опускаемся вниз, у нас и сопротивление, изменение сопротивления и соответствующая электронная температура, если ее оценивать вот этим способом, она загибается. Она загибается в каком-то значении. Вот на правой картинке оно здесь представлено. Мощность, которая соответствует перегреву идеального симперехода, чтобы получить вот такие отношения сопротивления. Значит, достаточная мощность здесь, вот если эта оценка соответствует действительности, она упирается во что-то в районе одной пиковатки. То есть мы имеем какой-то дополнительный разогрев, который идет от разных мест. Он может быть фоновый за счет излучения, он может быть за счет наводок, он может быть за счет каких-то магнитных спорей, он может быть за счет того, что что-то там внутри коеостата не доостыло, а мы с этим сталкивались и, скажем, держатели образцов, после того, как мы их сменили с тех, которые были сделаны из бакелита, на те, которые были сделаны из алюминия. Вот эта железючка, значит, не перегревается, быстро охлаждается. А бакелит, он, значит, вот больше всего мне напоминает уголек, который остался в печке. Вот он там висит отдельно, охлаждается он плохо, чем-то он закрыт, и поэтому он что-то там подсвечивает. Поэтому вот по нашей практике применение других держателей образцов позволяет существенно улучшить отношение сопротивлений и залезть дальше по этому параметру отношения сопротивлений. Ну и вот какие-то результаты. Лучшая цифра, которая получена из этих оценок для температуры ниже станили Кельдин, значит, эффективность как отношение вот этих вот мощностей составила где-то на уровне 266 по приведенному методу оценки эффективности. Вот это соответствует, значит, НЭПу 3 на 10 на 18. Чтобы получить НЭП 3 на 10 на 18, значит, температура баллометра должна быть ниже 0,2 Кельдин, а радиационная температура меньше 2,5 Кельдин. Чтобы получить НЭП 2 на 10 на 18, нужно иметь фоновую температуру 0,2 Кельдин или уровень фона ниже 1,6 Кельдин. Если один из этих параметров будет повыше, то мы, соответственно, ДВДП придаем, отклик уменьшим и, соответственно, НЭП у нас станет хуже. Вот такие оценки по поводу этой структуры. Значит, дальше мы делали измерение, собственно говоря, из той структуры, ради которой затевался этот вейфер. Это ДВФ, вот Антенна, любимое детище Сюмеда в Махашабде. Но характеристики в пределах той самой экспериментальной точности плюс-минус 3 децидела, они практически совпадают. Но вот единственный момент, который тут немножко, так сказать, сбивает с толку. Значит, когда мы эту самую антенну просто поместили без линзы, отношение сопротивления больше трех тысяч, там хорошие откидки и все прочее, как только мы ее посадили на линзу, удивительное дело, но отношение сопротивления свалилось до тридцатки. Это из-за перегрева или из-за того, что охлаждается плохо? Из-за излучения, которое приходит, или из-за того, что плохо охлаждается на линзе? Охлаждается, я думаю, оно точно так же, потому что конструкция та же самая, там потом просто, так сказать, присобачили к ней везло. Но у ДВФ слот Антенны, там проблема в том, что у нее вот эти вот широкие уши расходящиеся, две длинные руки. У меня такое впечатление, что она существенно меньше имеет иммунитет к наводкам низкочастотным и длинноволновым. И здесь фактически мы имеем очень большую антенну, которая эффективно согласовывает с этой структурой. Поэтому вот то, о чем мы, собственно, говорили и чего сделать не успели в этой конструкции, это то, что вот эти вот отходящие берега, я не знаю, может быть, есть смысл вернуться назад, значит, там, я не знаю, насколько это хорошо видно, вверх и вниз отходят эти самые отводящие линии, которые сделаны в виде, по сути дела, такой, как это называется, антенны. Это не идеальная антенна. Ну, в общем, вот рассказать… А? Дипония. Ну, в некотором смысле дипония, но и плюс вот эти вот расходящиеся щечки… Уши. Ну, вот, наверное, уши – это самое правильное слово. Вот эти вот уши, которые идут очень далеко, на несколько миллиметров, они, по-видимому, нахлёбывают много всякого излучения. Ну, значит… Ну, что? Ну, какой большой? Ну, у нас свободно пространство три стола. Ну, ну, значит, здесь численных оценок у меня нет, поэтому я не берусь наставить на какой-то цифре по поводу, значит, источника вот этого вашего казуса. Но, в принципе, характеристики сравнимые. Вот. Ну, и после того, как эти характеристики были померены, они, естественно, были заданы актором, так сказать, этой конструкции, который вместе со своим вторым индийским другом всё это рассчитывал, моделировал и, как-то так, пытался всё это наукообрать. Значит, ну, вот здесь приведены оценки, которые близки к тому, что мы получаем для двойной щелевой антенны. Ну, немножко они отличаются по диаграммам направленности медведанцев, но, в принципе, в общем-то, моделированные антенны, они правильно рассчитанные, должны давать, в общем, сравнимые характеристики. Значит, вольт-амперные характеристики, которые там были, ну, для начала я попробовал просто воркнуть в ту простенькую примочку по увеличению программы Андрея Ермакова со всякими формами, ну, там получилась какая-то ерунда. Значит, Сумет занимался более, так сказать, интеллигентной хитовкой этого дела на основании полного уравнения теплового баланса с глаженной щелью, параметр Даймса. Значит, в один он коэффициент возвращения электрона из сверхповодящего электрона. Ну, собственно говоря, и они похожие вещи делают. Вот, значит, эта щель, там такого было, 195 микровольт, значит, соответственно, щитное фоновое измечение, вот, но потом вошли, значит, в этой щитовке какие-то вероятные результаты. То есть параметры материала Сигма вместо цифры 2 и 3, которые обычно используют, она там наказала 25, параметр возврата B не изменится, вот, ну, в общем... Нет, вроде они сейчас обычные цифры используют. Нет, они используют, я понимаю, я говорю о тех цифрах, которые были получены из фитовки Борисом Фёдоровского стилистик, измеренных при минимальной мощности... Ну, это, по-моему, был ранний этап, потом они всё скорректировали. Какой ранний этап? Это в прошлой неделе результат. Ну, и, по крайней мере, то, что они мне показывали в процессе работы, там были цифры, ну, не 2,5, 3 и... Да, да. Те структуры, которые мы отмеряли в Чандерсе на более высокую температуру, более гладкие, у них этот параметр на уровне 2,3-2,5, а здесь, чтобы фитовка получилась, он улетает в такие значения, что, в общем, говорит либо о том, что там электрон-фаномное взаимодействие оказывается сильно другим, вот, может быть, там другая степень, там, скажем, не пятая степень, а шестая температура работает тогда, ну, в общем, параметр электрон-фаномного взаимодействия, там есть, собственно говоря, и степень при температуре, которая может быть разной, то есть по температуре в источниках, грубо говоря, 3-6, но и сам этот параметр может быть достаточно сильным, и, по-видимому, там своя и отдельная наука. Вот параметр β, это сколько, так сказать, горячих коэтистей, которые попали сверху проводить, сваливаются обратно, но вот здесь вот этот параметр β оказался на уровне 1, что, наверное, все-таки тоже как-то не очень правильно. Конечно. Ну, вот то, что мы имеем на сегодняшней температуру. Эта температура? Эта температура, ну, минимальная, 65 миллиметров, полностью все заткнуто. А, ну, это сложная температура. Сложная температура, да. Даже не знаю, там очень деликатно нужно все. Да, очень деликатно. Ну, вот здесь вот есть некое противоречие, но, может быть, в этом... Нет, ну, это, может быть, действительно другая степень и все, тогда это уже другого совпадает. Нам нужно рискаться. Нет, ну, нам нужно вообще понимать, какая там физика. Ну, это целая наука. То есть по грязням мы можем там и уберечь, поэтому понимать. Ну, вот я бы так сказал, что, поскольку здесь измерения ведутся не при прошлой температуре 70 миллиметров на 10 миллиметров, то здешнему народу надо знать, где этот параметр еще лучше. А если у них отношение сопротивления меньше 3 тысяч, то, значит... Нет, ну, если немножко мудрость проявлять, то понимаешь, что даже при 10 там будет, соответственно, 150, 200 или сколько-то миллиметров. А может, и не будет? Почему они 150? Ну, так у нас обычно бывало. А вот? У нас обычно бывало, что мы вообще на 200 миллиметров уже во что-то головой упирались. Да. В электронное охлаждение. А потом постепенно выросли до 10 тысяч. Вот. Ну, это, так сказать, не вся история. Есть еще и история про, значит, эти самые решетки. Вот. Опять, мы их менее при важных температурах падма до 30 и кельда. Ну, вот видно, как хорошо все это ложится, отклик в эту самую мощность. Вот. Но даже если пройти немножко дальше, то вот эти вот зависимости тоже, в общем-то так сказать, наводят на грустные мысли. Вот. То есть при температуре в 250 мега у нас уже динамическое сопротивление загибается. где-то там на 50 мегов. Значит, голову очень заманчиво во всякую титулку поставить, что у нас там параллельно 50 мегов стоит какой-то утечки. Но на самом деле это не так. Добавится она плавненько, и это... Нет, но любая теория электронного охлаждения для этих полометров даст загиб. Это не охлаждение, а перевер. Нет, я имею в виду, теория охлаждения даст это воплощение. Теория охлаждения, она будет такая в опусе эффективного электронного охлаждения. Да, после 300 уже начинается. Значит, вот здесь левая колонка динамическое сопротивление. Это сопротивление где-то вблизи мега. Никакого электронного охлаждения там и близко нет. Нет, это ликич. Как ликич? А вот мы меняем температуру ликича, нет? А вот те? А вот те, там ликичные. А вот нет. О, О, О. Вот это вот то самое. Значит, еще вот две зависимости при разных мощностях излучения. Вот они тоже у нас благополучно загибаются при температуре образца порядка 200 миллиметров. Это означает, что мы благополучно эту нашу конструкцию переверили. Ну вот теперь можно сделать некое лирическое отступление. Ну вот эти оценки, это, можно сказать, все зависит от того, кто во что верит. Ну вот если так же как предыдущие данные обрабатывают эффективность согласования, там оказывается довольно 6%, то на 6% это вполне возможно за счет того, что при более высоком температуре у нас не куда-то утекает. И даже не это более интересно, а то, что почему же она, собственно говоря, насыщается самая температура. Значит, если взять нашу стандартную конструкцию, то ли стрельна баллометра, как вот в этих контейнерах, то ли там с 12, как то, что вот так вот так вот с Сашей Аней, и приложить к ним мощность вот эти самые, там, 40 пикават, то по магической формуле 7-минутрия 5-й температура электронная оказывается 0,85 кг. И все это мощность снимает, все методично набиваем, и все там становится плохо. Ну и ничего неожиданного в этом нет. Новое, это, как говорят, хорошо запутан старый, вот у меня на полке лежит потиск работы Кузьмина и Голокова, значит, 2001 года. Вот там записаны все зависимости, значит, V пояса, где ток выносится относительно Е на ТВ, с обратной пропорциональной температурой. Режим задания тока открыт по температуре ДВДТ и ДВДТ и ТВДТ тоже обратно пропорциональной температурой. Вот если здесь расписать приспансивитель, то здесь зависимость она получается еще более сильной, и если говорить о ротинновом значении ДВДТ, когда мы ничего не перекрываем, то можно взять 10-й вольт-ватт, чего пока у нас не было, или 10-й восьмой на 30-минутрия, так что, в общем, оно как-то дает 1-минутрия. А если в эту форму у нас так температура электроны подставить фоновую мощность, то получается, что 2 на 10 вольт-ваттную мы можем получить на 100 фентоваттов, чем мы подсвечиваем, при наличии нет, а при одном прикрывается там, где все вообще уходит. Это, опять же, для достаточно маленького объема 5 на 10 вольт-ваттную, для 3 вольт-ваттную и параметра сильная дворечка. Вот и что, значит, вот по этим оценкам, для почти нового случая, предсказуемых денег, мы можем ожидать, при наших шумах, на 10-й вольт-ваттной, если рельфовать было бы разумно. А при той же температуре 3, наверное, пиковатной уже 5 на 10-й вольт-сятнадцатый. А фотонный шум при этом оказывается 6 на 10-й вольт-осемнадцатый. То есть там порядок у нас, где-то разница. А при пиковатной там все вообще падает 3 на 10 на 16, 3 по тоннам шумера, 6 на 10 на 17, это и стояло крайне. Поэтому тут еще немного предстоит работать по части, с одной стороны, решение генетического диапазона, с другой стороны, по снижению шумов. Это также первая часть моего доклада, и по времени уже перехватил очень сильно, поэтому я очень кратенько сейчас скажу еще одну, которая, в общем, согласно классической фразе Борисовича Ермакова, хорошо поставленная задача стоит долго. Задача по созданию переходов с титановой простойки была поставлена Леонидом Сергеевичем Пяновским больше десяти лет назад. Ну и уже за давностью ее постесняли, но как-то так понимается, она продолжает развиваться. Развивается, но на самом деле достаточно интересно. Я тут не буду останавливаться на всех этих деталях постановки задачи, а сразу так поставлю вот броня. Значит, если посмотреть зависимость сопротивления вот таких переходов алюминий, то сопротивление от комнаты до, скажем, трех телен, оно изменяется вот таким вот образом. Оно изменяется почти на три порядка. То есть это говорит о том, что у нас переход-то, на самом деле, получается не с туннелями, у которого асимптотическое туннельное сопротивление должно быть практически анимотемко, а там явно какие-то полупорудниковые процессы происходят. Но вот если ее охладить совсем до низу, и посмотреть по трех точке один переход, а не два, не асимптотическое, то видно, что вольт-ампере характеристика тут еще и несиметричная. То есть еще один намек на то, что у нас тут образуется переход. Слушай, а эти особенности не периодичны по напряжению? Это не уголовская лестница? В скомных переходах обычно часто получается. Ну, где-то, может быть, они и есть, но вот это вот… Нет, если прямо производную взять и от напряжения посмотреть, как пики расположены. Ну, может быть, у меня под руками такой… Для меня очень знакомая картина, когда все искорежено, но посмотришь пики, а пики расположены гармонично. Это значит, что кулоновская лестница получилась. Ну, кулоновская лестница, она была бы, если бы не были… Ну, уверен, что там, в общем, довольно большие объемы этого центрального участка. Тем более. Тем более. Это значит, что страшный, толстый барьер уже. И там не хочет электрон тонулировать через весь барьер. Ему хочется через промежуточное состояние. Ну, значит, можно дополнительно посмотреть на эти вещи. Да, посмотри, пожалуйста. На самом деле экспериментальный материал огромное количество, а вот с обработкой как-то скучно, потому что валяются результаты чудо-десятилетней давности, но до сих пор не обсмысленная. Значит, вот если эту штуку охладить до температур выше, по критической температуре алюминия, типа трех педра, и посмотреть на Маху, то она вот как бы создаёт некую иллюзию, что где-то в районе шестидесяти алюминия там какая-то щечность. Но на самом деле это всё продолжение, всё то же самое хитрое или менее. Но это уже симметричная структура. И разница заключается в том, что у нас фактически два включённых навстречу диода, и мы и в ту или другую сторону смотрим на обратно смещённый диод. Ну, если мы охладимся ещё и температура ниже алюминия, то мы увидим классическую нашу мартину, щель в районе 0,4 мВ. И вот, кстати, здесь какие-то навыки на периодическую структуру есть. Если посмотреть, то что-то тут может быть и проклёвывается, касающуюся кулонных периодов. Это тяжело на эти другие объяснения, когда периодически где-то появляются. Да, но что касается периодических особенностей, то да, кулона будет действительно их посчитать где-то стоят. Как видно, слева одна, потом в районе блокады другая, справа третья. Это всё типично, для высокомных переходов это очень типично. Я смотрел все эти зависимости. Некоторые переходы, естественно, были безобразно рассекламными, то есть с сопротивлением до 1,5 ггм. Так что это мы, на деле, возможно, смерить. Хотя большинство были, но с сопротивлением по низу шагу. Естественно, на этих переходах мы попробовали посмотреть опыт на оптическое излучение, на не самых высокомых картинках. Они, в общем, похожи на то, что мы меряем на переходах с описью алюминия. Рядом ещё представлены зависимости от температуры и излучения, которые, в общем, тоже где-то как-то похожи на те структуры, которые мы имеем на доступе с описью алюминия, но и здесь, значит, другие совершенно. Ну, вот тут картиночка нескольких вейферов, которые в своё время делались. Часть данных уже безвозвратно потеряна, часть ещё можно и можно найти. Ну, вот разный режим окисления при комнатной температуре. Разное время при 110 градусах, печке 90 градусов, печке 150, печке вот здесь ещё больше всех образцов, до которых так руки и не дошли. Значит, что здесь можно в качестве объяснения этой структуры? Ну, вот наиболее простое объяснение, которое приходит в голову, в том, что на границе окиси титана и алюминия образуется барьер шотки, как вы раньше называли супер-шотки, поскольку всё проводим. Здесь немножко другая форма барьера, поэтому, значит, эти самые характеристики тунелирования нужно считать несколько иначе, но, в принципе, вот те зависимости, которые мы видим, они показывают, что, ну, там можно получить какие-то достаточно разумные значения энергетического барьера, и это, может быть, один из вариантов формирования баллометров или электронных охланицов. Ну, вот теория шотковских диодов, вот она, так сказать, известна и давно разработана, классическая теоретическая зависимость идеального барьера шотки и барьера шотки со всякими неидеальностями, вот там даже есть такой термин «фактор неидеальности», которые приведены в качестве такой иллюстрации. Значит, ну, есть масса, естественно, ссылок на это дело. Значит, можно ещё сказать, что вообще по литературе известно больше титана, ну, вот важнейшие вот здесь вот приведены, вот характеристики их все изучены слабо. Значит, считается, что когда титан взаимодействует с кислородом, то образуется даже, на самом деле, не окисел, а твёрдый раствор. То есть, ну, титан известен как гетер, он поглощает всё, что попало. И кислород, он, на самом деле, в значительной степени поглощает в виде вот этого твёрдого раствора, а не, так сказать, окисляется, хотя какая-то другая отрасль она присутствует, особенно при более высокотемпературном окислении. Ну, это в качестве иллюстрации. Значит, кроме того, на самом деле, ещё был большой цикл исследований образцов хромов и панерами. Здесь много поработала Аня, значит, Даша Харченко работала, но я просто какие-то материалы делал под руками и поэтому решил, что есть смысл их добавить сюда. Значит, вот так вот выглядят их характеристики. И, ну, попытки сделать вот симпереходы, они были не очень успешными. В последнее время, на отношении сопротивления так было порядка десятки, значит, использовалось два метода формирования этого барьера. Сначала напылили, потом окислили, или, значит, пылить последнюю часть опять самого этого хрома, значит, ослорода. Вот это вот, значит, первый способ, вот он тут приведён. Ну, вот второй способ, вот он вот такой, так. Вот тут ошибчий, кстати, только уровень 12, оно там поменьше. Как-то на минуту тут попало. Значит, тоже получались некие характеристики. Ну, и вот они видно, что не очень туннельные. То есть здесь тоже температурная зависимость похожая на то, что мы видели. Ну, для сравнения слева, значит, хромовый образец, справа с титановым. То есть сопротивление меняется. Ну, вот для хромовых образцов там раз 10, ну, для титановых побольше. Но, в общем, понятно, что та смесь окислов хрома, которая у нас присутствует, она тоже имеет какие-то компоненты и туннельниковых барьеров. Ну, вот малая часть списка тех образцов, которые делались с хромом, опять же, малая часть их была отмерена. Ну, вот это еще большая почва для анализа, если до этого дойду до руки. Вот есть масса по этому полуэлектрону. Ну, и, собственно, под конец я хочу показать вот эту совершенно замечательную картинку наших членских друзей в лице от Саши Саверной компании. Значит, полупроводниковая прослойка между двумя алюминиевыми электронами, она благополучно работает абсолютно таким же способом, как наши барьеры туннельные. То есть это брались образцы типа соя, то есть силиконовые диэлектрики, значит, вытравливался этот самый кусок кремля, на него кладись электроны, образовывались там барьеры шутки, и благополучно эта штука работала в качестве электронного охладителя. Она была не так хороша, как наши классические охладители по многим причинам, и за счёт того, что там довольно толстый слой этого полупроводника, и, по-видимому, за счёт других термодинамических характеристик. Но в нашем случае ситуация намного лучше, потому что в серединке мы имеем чистый и честный нормальный металл, титан, титан у нас проходит по краям барьеры шутки. Поэтому эта штука может работать в качестве технологии для изготовления и электронных охладителей, и баллонников. В заключении я бы ещё хотел, может быть, сказать два слова о том, что те вещи, которые наблюдались с алюминиевыми переходами, которые под конец появились в кислороде, но вот у них там тоже сопротивление от омни до типа трёх градусов менялось, и, по-видимому, там вот этот промежуточный слой тоже имеет какие-то полупроводниковые характеристики, поэтому их надо учитывать, и, по-видимому, нужно будет более внимательно посмотреть. А вообще полупроводниковая прослойка в сверхпроводниковых переходах – это очень богатое поле для деятельности, которое, к сожалению, почему-то бросило. Потому что вся джазосоника, она практически загнулась, и по очень простой причине. Потому что все те блестящие характеристики, которые были предсказаны, скажем, в двух книгах и других, они на практике получаются так в среднем раз в десять похуже. А получаются они раз в десять похуже по очень простой причине. Вот скажем, возьмем классический сквид. Значит, по теории произведение криток на нормальное сопротивление должно быть типа 0,8, это двойное щеля. Для него дает 2 милливольта. Для практических сквидов, которые все используют, это дать бы 200 микраболитов. Вот и всё, вот в десять раз. А с другой стороны, ну вот когда-то, двадцать лет назад, в Зеленограде взяли и с аморфным армиейным сделали джазосонский переход. Вместо того, чтобы туннельный переход с гистеревисной характеристикой ошарашивать шутом, выбить всё живое, там, значит, просто делали из аморфного крема прослойки. Получали 2 милливольта. А потом всё это забросили. Так что вот новое, это хорошо забросило. Это старое, это вообще полупроводниковая прослойка. Много чего хорошего принести. Если заинтересоваться в середине. Вот и у нас всё. Спасибо, Михаил Александрович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ